Даже не знаю, с чего начать. Скажу просто. Я решил посмотреть на стриме шоу Андрея Петрова. Ну как решил? Мне заспамили личку тем, что посмотри, посмотри, посмотри. Вот. И я сдался. Я посмотрел. И я не знаю, будем ли мы смотреть вторую серию, третью, четвёртую. Мне кажется, что, скорее всего, нет. Но, если вдруг мазохистов из числа просматривающих превалирующее количество, то мы это определим с помощью количества лайков. Давайте так, 15 тысяч, и мы смотрим вторую серию и мучаемся вновь и вместе. Напомню, чтобы не пропускать стримы, которые проходят на Твиче, вам нужно подписаться, на самом деле, как бы это странно ни звучало, на мой Телеграм-канал. Там выходят все анонсы, и вы, в общем-то, сможете быть в курсе. Вот. Желаю удачи, сил, терпения. Поехали. Бля, знаете, как будто комедию смотришь, американскую, где покажут максимально несоответствующие музыке происходящее. Ну, то есть там полный пиздец какой-то, и какая-то очень хорошая, приятная музыка. Ладно. Но это был прям Сергей, если честно. Ай, какой кашумар. Это никита лол, насколько я помню. Он стримил, как он то ли срет, то ли бреет, то ли еще чего. Я уж не помню. Ну, короче, что-то такое. И вот он... Кстати, хороший стоп-кадр. Это... Он, видимо, в таком состоянии всегда пребывает, потому что он был якобы продюсером инста-самки. И вот сейчас этого всего. Короче. С вами я, Никита Лол, и мы снимаем новое реалити. Какое? Без названия. Но мы пришли сегодня в гости к одному очень интересному человеку. Возможно, вы знаете его, возможно, нет. Поэтому узнаем, кто же это. Вот это, блядь! Возможно, вы знаете, кто это, а возможно, нет. Поэтому узнаем, кто это. Нахуя это вообще говорил? Хуй его знает. Ну ладно, неплохо. Нормально. Добрый день. Заебали звонить. А, Яна. Просто где-то было сказано, что он себя называет Миланой. Теперь он Яна. А вообще его зовут Андрей Петров, блядь. Ладно, продолжим. Меня зовут Яна. Это мое реалити-шоу. Пусть знает, как оно называется. А, Яна, блядь. Ёбаный ворот, какой кошмар. Если вот такую Яну встретили, чтобы вы почувствовали, друзья мои, чтобы вы почувствовали. Придумаю название в конце. Я не знаю ни одной транс-женщины, а в России, в Рунете, которая бы имела свои бизнесы, зарабатывала бы кучу бабла, тратила бы это открыто и об этом рассказывала. Это реалити-шоу моей жизни, о моих... Ага, смотри, блядь. Я не верю, что это происходит в реальности, блядь. Своё поведение своих самых близких друзей, свою жизнь, свой быт, своего молодого человека, с которым мы живем сейчас вместе. Вы увидите, как мы с моими друзьями живем, кайфуем, наслаживаемся... Вы понимаете, в какое время мы живем? Вы понимаете? Я нихуя не понимаю. ...с жизнью тратим бабки и шлем нахуй всех хейтеров. Меня зовут Никита, и мы... Я знаю, как тебя зовут, Никита. Мы будем снимать реалити о тебе, это твой великолепный дом, в котором ты живешь. Вилла, в которой я живу со своим парнем. У меня появился парень с недавнего времени. Поздравляю, поздравляю. Я вас познакомлю еще. Сколько стоит эта вилла? Эта вилла обходится в 10 тысяч долларов в месяц. Так вот живут в Трансе, с границей. А деньги-то такие, откуда дельжища? Слушай, слухи разные ходят. Люди думают, что я в эскорте работаю. Будешь... Я не буду никак комментировать эту хуйню. Как-то лютренней. С удовольствием большим. А вы, сука, не завидуете. Так что так, проведем рум-тур? Да, я с удовольствием выпил бы, да, и провел бы рум-тур. Обожаю свою работу. Крепко. Браздь, аж люди потекли. Давай, может быть, начнем, наверное, с той части комнаты. Это же так плохо, да? Это же так плохо, потому что... Я даже не знаю. Я даже не знаю, что это. Вот я вижу офигенную просто плазму. Просто обалдеть. Собираемся с друзьями постоянно. Люблю большие пространства. Это стоит 10 тысяч долларов в месяц. Реляем с Олегом постоянно. Переплачиваем. Обзавидовались, обзавидовались. Это вот вся, это вся вилла. 10 тысяч баксов в месяц. Реля. Ну, чуть-чуть. Ну, блядь. Либо пиздит, и даже близко столько не стоит. Либо переплачивает. О, душ, смотрю, есть прикольный. Я все равно как бы хотел задать вопрос из разряда. Как бы ты меня ни хуесосила, да, там, и не делал съемку заново. Вот можешь объяснить ребятам, да, вот кто нас сейчас смотрит, почему к тебе нужно обращаться в женском роде. Как я идентифицирую себя сейчас? Как транс-женщину. Гетеросексуальную транс-женщину. Это произошло совсем недавно. Гетеросексуальную транс-женщину. Ладно, похуй. Я недавно это осознала для себя. Поэтому сейчас люди, которые меня называют моим старым именем в мужском роде, мне прям становится от этого больно, дискомфортно, ебаней. Я не могу. Блядь, какой кошмар. Таких подписчиков, которые комментарии называют меня Андрюхой и прочее. Андрюха. Нет, только Андрюха. Тут ну никак. Андрюха, которая пытается быть Яной, но все Андрюха, сука. Милая, сладкая, сексуальная Яна. И тогда я открыла для себя тиндер. Просто тиндер женская анкета. Я там указана как женщина. И такого как бы спроса на себя после этого я никогда не видела. У меня тут старое имя. При этом это тиндер Никиты Лола. Это все гетеросексуальные мужчины, да. А какой вот тебе нравится вообще типаж мужчин? Ну ты мне не нравишься, Никит. Да и ты знаешь, что я уникальный вообще в своей основе. Как вообще вот на баре? В своей основе. Получается, вот живется. Здесь охуенно. Здесь классная комьюнити, во-первых. Помимо там погоды, природы и так далее. Тут круглый год 30 градусов. Никакого колхоза нет, быдло. У тебя, Никита. А вы кто? На самом деле Бали это весьма спорная история. Она может быть подходит, возможно. Знаете, для всяких инфо-цыган и всего вот этого вот. Там жить на протяжении долгого времени невозможно. То есть это абсолютно точно должна быть какая-то, ну... Я не знаю, вот например, мне иногда просто необходима зима. Ну просто необходимо. Вот просто. Я хочу проснуться, увидеть абсолютно серое, блядь, небо. Грусть, тоску, печаль. Чтобы вот, вот, все вот, вот так вот. И я такой, да. Это оно. А там этого ты не увидишь. Это, во-первых. Это там делать нехуй вообще. Просто нехуй делать. Я там был. Там нехуй делать. Нехуй. Просто. Ты просто существуешь. Ну, либо становишься гетеросексуальной транс-женщиной. Вот. Ну, извините, какой есть. Блядь, сейчас. Ну, давай в бассейн затуши, блядь. Я бы, кстати, такую штуку бы еще бы выпил. Мне вообще понравилось. Островок, кухня. Иногда готовим. Честно говоря, я ни хуя здесь ни разу не готовила. А хотел бы приготовить что-нибудь? Да, можно. Ну, Олег хорошо готовит, он говорит. Ну, вы вообще со своим парнем, там, не знаю. Он говорит. Ну, Олег хорошо готовит, он говорит. То есть, не готовит. Как проводите вот свой простой день? Вот вы проснулись. Слушай, мне кажется, Олег со мной немножко, знаешь, расслабился. Потому что он прилетел сюда ко мне. Он набрал 4 килограмма. Он же постоянно ходил в зал, там, занимался. Он спортсмен, типа, миша маваша. Он борец. Да. Борцуха еще к тому же. Охуеть, блядь. Я вообще такое обалдею слышать. Так. По-моему, Никита Лол в говно вообще. Вообще в говнище. В говнище полное. Да? Нет? Ну что, за съемки, там, сарт, реалити. Я даже не буду объяснять, для чего вам нужно смотреть это реалити. Потому что вы его и так, сука, посмотрите. За мной следят сотни тысяч людей. Так, так. Потому что я охуенная. Я постоянно выебываюсь своими бабками. Я живу как хочу. Мне завидуют миллионы. В моем директе тысячи. Плюс в чат, кто завидует Андрюхе. Я думаю, все. Да? Но все равно, тем не менее, тыкайте. Да, да. Так и есть. Так и есть. Пожелание смерти ежедневно. Потому что я живу свою жизнь так, как я хочу. Это, это именно поэтому. Кстати. Именно поэтому. Никит. Вкусный. Вкусный. А чем вы, чем вообще? Ну, питаетесь? Ебать. На самом деле, я ничего из этого не покупала. Я не знаю, откуда это все. Охуеть. Это вот все вы, типа, одним разом покупать? Я просто питаюсь только. Никита, блядь, никогда не видел, нахуй, холодильники, людей или что, нахуй. Я понять не могу. Ладно. В поставке Олег, в принципе, тоже со мной. Но иногда он что-то... Но иногда он что-то покупает для себя, чтобы там приготовить завтрак или что-то такое. О, а можно такую штуку попробовать? Можно. Когда залетел продюсер, начал что-то расспрашивать за виллу, сколько что стоит, начал лазить. Продюсер. Сука, я не могу. Я не могу. По всем углам. Я думаю, блядь, убрали ли мы все салфетки, которые оставили прошлой ночью. В каких странах... Насколько это не наиграно по шкале от одного до одного? Насколько это не наиграно? Ну, скажите. Насколько он не хотел этого говорить, типа, искать случайно сказал. Ты побывала после эмиграции? Я сначала полетела в Грецию. Пожила полтора месяца в Греции. Потом полтора месяца в Испании пробыла. Я летела просто по Шенгену, я не делала никакие документы. Потом полетела на Сейшелы отдохнуть на месяц. У меня была остановка в Турции, я хотела сделать пластику. Подожди, а в смысле пластика, типа... Сейчас в декабре планируются три пластические операции. Нахуя? Ну, я хочу быть более женственной. Так, я не принимаю... Так надо родиться. Вот родился более женственной женщиной, то бишь. И такой, опа, нихуя себе. Ладно. Своё тело до конца, это большая проблема. И я планирую его менять. Вот многие сейчас смотрят это реалити, думают, блядь, мужик в юбке, чё-то раз оделся, умнит из себя женщину. Блядь, вот на этом конец же. На этом же конец должен быть. Что могу сказать по этому поводу? Мне похуй на мнение бомжей абсолютно. Просто посмотрите на себя, во что вы одеты. И посмотрите на меня, как я охуенно выгляжу, как я охуенно живу. Да? Завидуйте, суки. На всем членникам и зрителям. Блядь, привет. Сука. Моя вот редкая, редчайшая футболочка от Queen, которую хуй где достанешь, только что расплакалась. Потому что, оказывается, она на бомже. Приятного просмотра моего первого реалити-шоу. Это будет охуенно. Я пока боюсь принимать граммоны, от них не работает член. Окей. Ладно, пойдем дальше. Чей? Мужчины знают, что лучшая женщина, женщина с членом. О, ебать, срачка. Слушай, ну, небольшой творческий беспорядок. Мы просто только что приехали. Цитаты великих людей. А сколько такие стоят? Да эти недорого. А вот эти вот дорогие, по-любому, я знаю, синие. Не-не-не, долларов 400-500. Вот эти? Да. Подожди. В твоей комнате, где сваля, есть ванная? Да. Я никогда не снималась. Блядь, что с Никитой не так? Что с Никитой не так? Объясните мне. Почему он удивляется? Он как этот, блядь, как Алоэ Вера или кто там? Мэлли Ди, которая охуевала от всего происходящего, блядь, вокруг, нахуй. В реалити, единственное, в чем я участвовал, это какие-то постановочные съемки. Поэтому этот опыт для меня такой прям... Я очень волнуюсь на самом деле. Скажу честно, никогда не снималась ни в чем подобным. Но надеюсь, что вышло бы прикольнее. Вы в этой комнате, ну, с молодым... Сидим, угораем, с мужиками. Нет, мы живем в разных комнатах. Я специально с него вилу с двумя спальнями. А, блядь. Это личное пространство для меня очень... Я все жду, когда, блядь, откроется дверь, залетают, нахуй, медработники, блядь, в белом. Просто заворачивают, нахуй. Одевают, блядь, смирительную рубашку и везут. Я прям с ним это проговорила. И он, оказывается, такой же. То есть мы спим в разных спалах. Потом новостные сводки, блядь, типа... Мальчик, который притворялся девочкой, долгое время жил на чужих, блядь, виллах, пока люди отсутствовали, где-то отдыхали в других местах. Ну, наконец-то был пойман, блядь. И вот это вот все. И тогда бы я такой... Фу, блядь. Фу. Вот она, правда-то, настоящая. И просто встречаемся утром, там, за завтраком, проводим время. Но когда идем спать, мы идем в разные комнаты. На чем вот ты вот сейчас зарабатываешь, да? Потому что мы давно вот не общались на эту тему. Я знаю, что у тебя есть вот Крисиное Королевство, да? И твой личный канал Петро. Несколько пабликов, Телеграм. Несколько пабликов, может, еще какой-то может появиться еще чуть-чуть. Возможно, да, плюс у меня инстаграм есть, инфопродукты. Сейчас вот книгу пишу. И правда, о чем, блядь, о чем ты пишешь, нахуй? Я знаю, что твои истории, они как бы всегда будут, ну, блядь, настоящими идти, потому что они могут максимально в деталях, блядь, описаны. Да, я так и пишу. Если честно, больше всего я переживала по поводу Олега. Как только команда забежала на виллу, начали меня снимать. Дело в том, что у Олега нет опыта съемок, и перед реалити я больше переживала скорее о нем, чем и себе. Привет, я так. О, нихуя себе. Ха, борцуха лежит, внимание. А, блядь, какой кошмар, нахуй. Привет, меня зовут Олег, я парень Яны, мы вместе живем на Бали. Мне 21 год, конкретно я себя в чем-то еще не нашел, но... Да, братан, ты конкретно себя в чем-то не нашел. Уже успел попробовать несколько проектов. Это был бизнес, связанный с торговлей, и в дальнейшем... В 21 год, кстати. Я тоже в этом ремесле пытаюсь двигаться, что-то придумывать. С детства я занимаюсь борьбой, и в том числе это разный вид единоборств, как ММА, бокс, бразильское джиу-джитсу. Для меня это первый видеопроект. Нихуя себе, чем они там занимаются-то на самом деле, блядь, а? Может, он его пиздит, нахуй? Типа, слышь ты, нахуй, иди сюда, блядь. Приготовила мне пожрать. На самом деле... Трансгендерная, нахуй, натуральная женщина, или как она там себя называет? Такая зажатость, то есть, ну, вы это можете видеть. То есть, в первых сериях, я думаю, точно я буду такой немного застенчивый. Я надеюсь, что это реалити поможет мне как-то раскрыться, как для себя, так и для вас. Поэтому смотрите и кайфуйте. Ну, вот, если честно, по-моему, Яна хочет... Андрюха, прошу прощения. Андрюха хочет стать более женственной женщиной, а более женственная женщина-то Олег, оказывается. Здорово! Здорово! О, доброе утро! Олег вошел в кадр, и первое, что я подумала, я хочу ему отсосать. А можно банку показать? Ну, реально. Е-бать! У-у-у! Вот это да! Яна, это Олег, правильно? Это твой молодой человек. Как вы познакомились? Мы писали несколько сотен парней, но один меня зацепил. Это был Олег. С Яной мы познакомились два месяца назад. Это в Телеграме. Списались. Как бы пошло-поехало знакомство. Какие твои были первые ощущения, когда ты увидел Яну? Ну, там, переписки, пообщались. Как вообще ваш знакомство? Ну, сразу это красота. Я такой, ну, стопа фото в жизни, я такой, постоянно сидел, типа, блин, такая красивая, вот все такое, типа, комплименты. Я в таком мне сознании был, что я вообще здесь. На первой встрече мы... Господи, блядь! Она тоже удивлена была, насколько я красивый, и я был удивлен, насколько она красив... И все мы удивлены, насколько это неправда, нахуй! И такая вся приятная, добрая. Слушайте, смотрите, я увидел здесь балкон... О, блядь, Андрюха, это вообще добряк, один из самых добрых людей на земле, блядь. Кто смотрел бы Друмы, тот знает, о чем я говорю. Паш, да, и вот приехал, пришел сюда, и такой пахнет дачей, и такое, чисто, как у бабушки на даче. Скажи, пожалуйста... Блядь, блядь, стандартная бабушка у дачи. Это ориентация. Бабушка у дачи. Это резкий талисман, кстати. Бисексуал. Бисексуал, да. Снимался ли ты когда-нибудь в реалити? Нет, в реалити я не снимался. Это мои первые съемки, то есть... Но у меня были еще съемки в сериале, это второстепенная роль. Это было в Киеве, вот. То есть, ну, такая небольшая практика в плане, вот, что такое съемка. Ну, да, было, но реалити, это, ну, конечно, впервые. То есть, ну, для меня это новый опыт, это интересно, и я думаю, все получится круто. Ну, ты, получается, в Яну именно как влюбился. Это все впереди, типа, вот это чувство. Мы договорились о том, что, ну, как бы, если нам друг с другом комфортно, если нам классно время проводить вместе и так далее, нам не нужна вот эта какая-то, ну, больная химия. Нам просто классно вместе, и... Мы вдвоем искали... Что? Что у него на роже, блядь, что? Это что? Это что? Он что? Что это? Мы вдвоем искали взрослых... О, господи, блядь. Партнерские взрослые отношения. Партнерские взрослые отношения. В 21 год в одном сообществе, ну, сообщение, что Петрова развлекается своим новым возлюбленным, если ты не против, то есть я тебе покажу, да, да. То есть нашли твой инстаграм, то есть нашли твои фотографии, и... Как же, ну, подписали, то есть... То есть... А, ну, они уже... Ну, молодцы, сами все делают, типа... Как-то к этому относится, что люди, как бы, ну, берут и могут найти любые данные, которые могут узнать о тебе. Мне абсолютно все равно, кто что... Ну, что же, что же, что же говорит Никита, лол, блядь, что я не понимаю нихуя. Да, я согласен, тяжеловато, тяжеловато. Но пока, пока терпим. Мне надо как-то волноваться по этому поводу. Потому что, ну, если люди хотят как-то захейтить что-то, ну, как бы, они это сделают. Если они хотят, там, доебаться до чего-то, они обязательно доебутся, что-то найдут и будут, как бы, хейтить, как бы, ну... Не собираюсь как-то прятаться, там, в углу каком-то от всех, там, что-то, ну, жить не так, как я хочу. Но говоря про... Настоящий мужчина, блядь, вот, слышно, нахуй. Коллега, на самом деле, вот... Да, она-то работает. Не обращая внимания на то, что он сексуальный, красивый и прочее, на самом деле, чем он меня зацепил, еще в переписке, тем, что он очень умный, он очень воспитанный, он не написал ни одного матного слова за несколько месяцев нашего общения. Ебать, вот это герой, нахуй. Вау. Он меня реально зацепил, и когда мы с ним познакомились в жизни, наша первая встреча, как прошла, я поняла, какой это просто милый, нежный котик, вообще, я поняла, что... Знаете, ощущение, как будто я смотрю какой-то документальный фильм про какого-то маньяка, блядь, вот честное слово. Вы смотрели «Монстр. История Джеффри Даммера». Если нет, то зацените. Вот чё-то, блядь, вот куда-то в ту степь, нахуй. Как будто сейчас вот это вот нам рассказывают, знаете, рассказывают, а потом просто какая-то хуйня, там, рубилово мясо, нахуй. Выясняется, что всё это подстава, ну и так далее и тому подобное. Первым, естественно, получает пизды Никита Лол. Понятное дело. Я хочу попробовать с Олегом построить реально что-то серьёзное, и я уже давно мечтаю о семье. Я мечтаю... Постройте дом, блядь. И на этом хватит. Выйти замуж, я мечтаю о ребёнке. Я надеюсь, что... Чего, блядь? Чего он несёт, нахуй? Андрюха, очнись. Это получится построить с Олегом. Так, я на Романке сейчас приеду, окей? Ну, я хочу завтрак приготовить, да? Надо поесть. Ты же хочешь есть? Хочу. Никит. И, блядь, свинья. Никита, переза с собой. А чё за завтрак ты хочешь приготовить, ты хочешь твоей возлюбленной? Ну, яичницу. То есть, чё-то такого тяжёлого, потом уже пообеда, нормально. Если вот это завтрак, конечно, блядь, я не хочу. Я в нахуй омулет. Слышишь? Блядь, Никитоз, это пиздец. Яичницу не хотят. А что хотят? Солёное, без яиц. И всё? Добрый вечер. Как здоровья? Солёное, без яиц. Ладно, не будем шутить на эту тему. Так, добрый вечер, как здоровье? Нормально. Ну, вот сейчас, если честно, не понимаю. Но это касается психического здоровья. А в целом всё хорошо. Да, можно то, что сделать. Я пошёл. Я отправил Олега в магазин, и он начал капризничать. Олегу 21 год, и он часто ведёт себя как капризный ребёнок. Я стараюсь его, конечно, усмирить разными методами, но не всегда это получается. А можно твой телефон? Зачем? Такси вызвать. У меня приложение загнулось. А что мы будем завтракать? Тосты с чем-то, ну, типа, я что-нибудь придумаю. Рыбу красную любишь, кстати? Вот, сделаю. Всё, пока. Скоро. Происходит какое-то наебучее, да? Олег, а можешь ещё бутылочку вина купить? Бутылочку вина? Белого вина, да. Белого, да. С полусухой. Да? Да. Честно, мы вообще не готовим завтраки, мы не готовим ужин. Ощущение, что они впервые, блядь, вообще нахуй... Ну, то есть, вчера познакомились, и теперь делают вид, что они уже встречаются дохуя лет, и всё в таком духе. Мы постоянно заказываем доставки, но я подумал, что для реальти это будет очень мило, если мы приготовим что-то совместно. К тому же, Олег мне обещал приготовить. Олег, ты это смотришь? Ты мне обещал приготовить что-нибудь вкусное, ты умеешь готовить. Но как-то вот мы живём уже почти месяц, и ничего Олег мне не готовил, мы только заказывали доставки. Да, 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 и он съебался домой, блядь. Ну вот, это типичная Бали, да, то есть, типа, типа круто, но на деле, ну, деревня какая-то, блядь, везде деревня, блядь. Деревня и поле. Блин, я хотел яичницу приготовить, но всё равно я приготовлю, типа, и тосты сделал. Кстати, давно красную рыбу нет. В магазине я купил яйца, купил молоко, сырые, зелень, авокадо, красную рыбу. Авокадо. Решил приготовить скрэмбл и сэндвичи. Короче, проблема. На вино не хватит. Ну, не проблема, я потом скажу или закажу. Закажем. Что мы смотрим, блядь, господи Иисусе, нахуй. Господи Иисусе. Будь проклят тот человек, который посвятил духу и посмотреть. Всё, всё-таки нужно было ещё денег взять. И у меня инет не работал, мы пешком, ну, пешком встречались. Похерное вино, я джин заказала, кстати. Ну и джин, так. У меня что-то телефон не работает, по-моему, очень часто, когда вопрос решается, ну, касается денег. Завтрак чемпиона. Ну, да, чемпионский завтрак. Ну, ещё сразу в душ, потом вернусь. Ты в душ? Ну, конечно, я пока шёл, я вспотел в душ. Можно распоказать в душ, и я тогда сама сделаю. Ты сделаешь тосты? Да. А это до себя сделаю. Хорошо. Ну, ладно, попробуй. Я надеюсь, что взъебёт, просто взъебёт, и конец, конец шоу. А потом остаток, сколько тут получается, 47 минут, чёрный экран. Готовить завтрак, я поняла, что, блядь, эти руки не предназначены для вилки, ножа. Я, сука, не умею это делать, мне всё похуй. Я готова заплатить. Так у тебя много, ты, Андрюха, ебать. Вы мне, пожалуйста, всё приготовьте, вы за мной берите. Длиннее, чем, блядь, тыки. Я, в принципе, уже много лет не убираюсь с самого дома, не готовлю себе. И последние несколько лет даже не стираю свои вещи. То есть за это ответственно совершенно другие люди. Да, многие из вас этого не поймут, но поверьте. То есть, мама, мама, вот, многие не поймут, блядь. Мамуля ответственность за все эти дела. Готовит там, стирает, убирает, кладит. Вы такие люди, как я. Я посолить забыла. Да, вообще не надо даже солить. И так всё понятно. Это вкусно. Ну скажи, пожалуйста, а какого хуя Андрюха готовит яичницу? Вы же договорились. А это что? Что это? Яичница в твоей жизни. Ну это моя первая такая была яичница. Такая? Да. Ну сейчас будет такая вот ностальгия, знаешь, типа. Когда я первый раз готовил, вот мне примерно так же было. Я очень голодный, я вчера ночью есть уже хотел. Честно, я заебалась готовить? Кстати, что сегодня будем делать, типа. Может куда-то сходим? Или там с друзьями твоими встретимся? На сегодня встречу с друзьями? Да. У них на Вильям. А у кого именно? Ну, у Насти, Кэши. Сука. Типа, там по тексту какая-то хуйня была, что-то мы должны были делать, блядь. Что-то, а, блядь, можешь встретиться с друзьями, с твоими? У них там какая-то, типа, вечеринку. Можно к ним съездить. Мои друзья с Олегом несколько раз пересекались, встречались. Но лично никто прям... Ну только с Кэши. Только с Кэши Олег общался с остальными ребятами, с моей сестрой нет. Да, Олег пересекался со многими ребятами, то есть он виделся с ними, они приезжали к вам в гости. Сейчас блеванет, блядь. Но так как у нас реалити... Это реальный персонаж, к сожалению. Это все реально. Мы не знаем очень многих моментов, касаемо, что думают действительно ребята насчет Олега. На самом деле, я даже сама не знаю, то есть я с некоторыми друзьями вообще не общалась насчет своих отношений, насчет Олега. Например, с Сергеем мы вообще эту тему не поменяли ни разу. Да, и что подумаю я о них, интересно тоже. Я не знаю их мысли, о чем они думают, но они как будто боятся даже начаться. Боятся Олега? Боятся... Для них это непривычно, скорее. Ничего никто не боится, просто для них это, ну, как-то... Необычно. Ты впервой или что? Когда твои последние отношения были? Мои последние отношения были пять лет назад. Это максимально трагичная для меня история. Она закончилась очень грубо, грязно. Трагичная история. И с того момента, вот знаете, когда ты живешь полгода одна, потом год одна, ты еще думаешь, ну вот сейчас встречу парня, встречу парня, потом... Ты вот живешь год одна, потом другой год одна, потом вспоминаешь, что ты Андрюха, блядь. Я хуеваешь. В итоге проходит пять лет, и спустя пять лет ты понимаешь, что какое-то осознание приходит, как будто у тебя, в принципе, никогда не будет больше парня. Это просто привычка, знаете, ты жила одна. Когда ты осознаешь, что ты Андрюха такой, блядь. Не будет парня никогда больше. Ёбаный. Очень долго, и даже не подразумевая, что такое исход, в принципе, возможно, что ты с кем-то начнешь строить отношения. И у меня такое случилось. Это какой-то был период отчаяния. Я реально думал, что я либо встречу там своего молодого человека лет через 15-20, либо вообще никогда. Самое страшное то, что меня это устраивало. Прошлые отношения закончились тем, что мы просыпаемся, мы жили в разных комнатах. Захожу к нему в комнату и вижу, что он сидит в приложении для гей-знакомств. Это был Хорнет. Я открыла приложение и увидела там десятки-десятки переписок. Я тебя трахнул в шопу. Типа Ацасимния. Ну и прочее, прочее. Они договаривались там о встречах. Но в этот момент, честно говоря, он был для меня нетравмирующим. Для меня было травмирующим. Да, ну для тебя-то понятно, это нетравмирующее уже давно понятно. Потом пережить все это расставание. Но в моменте, когда я увидела все это, мне захотелось так ему сильно отомстить. И у меня в мыслях не было ничего, кроме мести. И вот он стоит на коленях передо мной. У него текут слезы. Он просит прощения. Молит о том, что больше никогда такого не случится. А я говорю ему, у тебя есть два часа, чтобы собрать свои шмотки и пойти нахуй из моей квартиры. Не скажу, что я страдала прям очень долго. Вот Андрюха, вот Андрюха, это было, блядь, по-мужски. Вот это вот по-мужски нахуй. После расставания, потому что... Короче, дело в том, что я ему изменяла первое типа. И потом спалила его на переписках с мальчиками. Вот это вот, это вот покрысящий, конечно. И такая про себя думаю, ну и правильно, блядь, что изменяла. Что ты ищешься не делаешь. Она некрасивая. Да, она... Ёбнешься, сука. Я... Реальность. Это реальность, вы понимаете, да? Что это реальность. Это существует. Это происходит. Это документ задокументировано, блядь, и мы это смотрим, нахуй. Хочешь попробовать ту еду, которую мы вместе приготовили? Так мы сейчас, да, вместе и попробуем вот яичко. Не знаю, не уверена. Честно, то, что мы приготовили, была полная хуйня. Конечно, нашему второму продюсеру это понравилось. Он попробовал тост, он сказал, что очень вкусные тосты. На самом деле, булочки были пригоревшие, авокадо был неспелый. Лучше бы заказали в ресторане. Я даже яичницу запорол, сука. Ну, ребят, скажите, с такими ногтями невозможно что-то приготовить. А, к ВМК, да, поиграем? Да, давай. Нет. Проблема. Кто выключил? То есть, блядь, на этом, на дуал-шоке норм, а яичницу приготовить тяжеловато, блядь. Понятно. Дело в том, что, типа, там, там отходит HDMA, теперь. HDMA. Типа, в том дело. Олег очень скованно себя вел на съемниках. Ну, для него это очень круто. То это, нахуй, за сцена. Я на него смотрел, я думал, блин, это не мой парень. Потому что, когда мы вдвоем наедине, Так, так. Он ко мне подходит, начинает нежиться, меня обнимать, меня ласкать. Мы целуемся и просто друг от друга отлипнуть с ним можем круглые сутки. Тут он волновался. И, конечно, сложно сниматься, когда вокруг тебя там стоит 10 человек, 3 камеры. Это что, блядь, МК-10? И что такое? Вы что, нахуй? Так, ну что, я нарубал? Вот там PlayStation 5. Блядь, 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 блядь. Я схожу. Ты тогда собирайся, мы к друзям же поедем. Да, хорошо. Когда Олег меня поцеловал. Прекрасно, спасибо большое. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо за эту наклеечку. Блядь. Плать в этом поцелу. Вот хоть что-то хорошее, да? Что-то хорошее. Его, эти нежные. Такой байт на Телеграм, блядь. Кому ни похуй. Сочные губы. Я готова целовать, облизываясь в круглые сутки. Олег очень классно целуется. Просто лучше. А полную версию нашел целую. Лучше в этом шоу. Это вот это, блядь. В Телеграме. Плашка. Прекрасно. Набить подписчиков в Телеграм себе. Хули вы еще не подписались, блядь. Там уже 350 тысяч человек подписано. Так что ссылка в описании. Какой кашла. Умер от кринжа. Хорошего стрима деда. Спасибо. Спасибо большое за то, что... Друзья, вот мы и находимся на вилле Махеса в Элмане Вилла, где живут друзья Яны Петровой. Ты ебанулся, дядя. Скипай эту шляпу. Просто слов нет. Одни запретки. Эээ, да. Поэтому узнаем. Да, блядь, добьем эту хуйню уж. Чем они занимаются в эти моменты, в эти секунды на самом деле? Здорово. Меня зовут Майк Лонзетта. Мне 27 лет. Я живу в Дубаре. Я психолог и IT-предприниматель. Ну, то бишь, пиздобол. Профессия является помогающей, поэтому я, если вкратце сказать, помогаю людям взращивать в себе осознанность и становиться лучшей версией себя. В качестве IT-предпринимательства я имею в виду... Умер от деда хорошего кринжа. Умер от деда хорошего кринжа. Спасибо, спасибо. Приложение для медитации, которое совсем скоро будет. Вообще, человек мира, я посетил 26 стран, и для себя сейчас я выбрал, что я живу в Дубае 2 месяца, 2 месяца на Бали. То есть Дубай это чисто такой... А остальные 8 месяцев я пытаюсь найти деньги на то, чтобы пожить там. Ну, чтобы настроить какой-то нетворкинг, поработать, придумать какие-то грандиозные идеи, привнести в этот мир. Бали, чисто такая дача, где можно... Блядь, вот это кино ебаная. Так, секунду, я тут потише сделал. Сейчас, смотрите внимательно. Кадры просто настолько ненаигранные, что ебнешься. Внимание. Чтобы настроить какой-то нетворкинг, поработать, что-то придумать. Смотрим. Обязательно покажите мой браслетик. Я даже не знаю, что это. Это веревка, блядь. Ну, Ювитон. Ой, Ювитон. А теперь, а потом, после, после, давайте сделаем кадр. Как будто... Бали, чисто такая дача, где можно... Просто, как говорится, отдохнуть от этого вайба города, суеты, мегаполиса. Мы в курсе, да, снимаем реалити. Вот. Видим, что у тебя какие-то спецэффекты там происходят. Не хочешь провести экскурсию? Ну, пойдемте. Майк, скажи честно, ты жрал грибы здесь на острове или нет? Спецэффекты нахуй. Никита, блядь, спецэффект сплошной, сука. Пиздец. Как он, как он, как он умудряется каждый ебаный раз влезть в какую-то хуету? Я просто не понимаю. Просто, блядь, талант. Нет. Но... Кто знает? Ну, как мы видим, ты максимально подготовился к сегодняшнему дню. Я сейчас вижу вот такое вот алоэ с ножом. А ты знаешь, для чего это? Скажи, пожалуйста, для чего это? А как ты думаешь? Это для криптовалюты, нахуй. Если ты не знал, блядь. И хочешь? Хочешь, научу и блядь. Салам, брат. Меня зовут голова члена. Так. Я психолог, бизнес-тренер, филантроп и миллиардер. А что будет, если убрать одно слово? Я буду просто голова члена. Да. Спасибо. Такая-то медитация или это для омоложения? Вот. Второе, это, блядь, это просто лучшее средство, которое я каждый вечер его разрезаю. И так значит, на тело намазываю на лицо, делаю масочку. Ну, это не так делается. Вот салфеточком. Скажи, пожалуйста, самое, наверное, главное качество, которое ты можешь выделить в этом реальте о себе. Я классный. Заебись. Я просто классный. Я хрен и самый лучший. Я с такой позиции по жизни живу. У меня есть мысль стать министром психологического развития в той стране. И правда, хуяся. Министром психологического ебать развития. Ебаный в рот. И, блядь, который я буду живу. Майк, лучший. Мы все услышали, мы еще увидимся. Поехали, знакомиться с другими ребятами. Рад был видеть, я сейчас сажусь. Мы сейчас увидимся. Все, с вами был я, продюсер, хуй пойми кто. Итак, друзья, мы сейчас с вами познакомились с Майком Ландеттой. Сейчас мы с вами познакомимся с Кешей, который является админом ВПШ АКА Николай. 33 вопроса Кендалл Дженнер. Всем привет, меня зовут Коля. Меня зовут Коля. По знаку Заяка, я хуя. Я резюно ранимый, очень гиперчувствителен, эмпатичен. Ты же Коля. Мне всегда очень сложно участвовать в таких проектах, но я люблю участвовать в таких проектах, как бы это ни казалось странным. Снимался в реалити, мой лучший друг Игорь Синяк снимал в реалити «Я худею», и я принимал там непосредственно участие. Кстати, он не похудел. В жизни я занимаюсь... Опа. Нихуя себе, две тысячи. Здравствуйте. Спасибо тебе, добрый человек, за эту дичь. Самое оно после лютого рабочего дня. Да не за что, не за что. Спасибо за донат. С тем, что веду сообщество ПШ ВКонтакте, занимаюсь рекламой, постами... Да блять! ГГ идентифицирует себя как женщину. Отвечь весьма толерантен. Будь осторожен. Я подготовлен к этому, поэтому после стрима никаких записей и клипов не останется. Все хорошо. Я тоже своего рода психотерапевт и криптовалютчик. Интересные статьи, посты. Плюс у меня есть свой маленький проект тоже ВКонтакте. Но какой я отсказать не буду. Мы бы хотели зайти к вам в гости и поговорить с вами на определенной теме. Гоу! Пойдемте. А как часто ты ебешься на этой кровати? Блядь! Ну, не часто. Еще ни разу не ебался. Ну, очень бы хотел, да. Я не могу. Ну, на самом деле, сука, лол троллит. Троллит. Получается. Получается. Может. Но, блять, что-то кошмар. Вообще, скажи, по-раз, как у тебя вот с отношениями? Ну, часто ли это для тебя приемлемо или это для тебя очень серьезный такой вот шаг для твоей жизни? Типа одноразовые связи или ты просто спрашиваешь? Ну, да. Бывает, знаешь, там курортный роман или может быть серьезный отношение, чтобы построить семью. Ну, я немножко untouchable, типа. Это что на русском? Ну, типа. Untouchable. Я немножко untouchable. Окей. Окей. Не трогать меня. Я больше за моногами, полигами. Типа полигамный, моногамный. Я не ебу. Можно по... Ну, короче, я для меня главные отношения не ебля просто так. Смотрю, у тебя есть сплэшет, айпад. Соответственно, ты достаточно... Богатый. У меня есть айпад, я богат. Очень интересно узнать. Вот получается, вот в тот комплекс, в который мы вошли, да, вот эта вот вся большая вилла, ну, вы живете все вместе. То есть, как вы ужились с ребятами, типа, кто с вами живет? Майк, Настя и Сережа вписался. Но, знаешь, мне не очень нравится жить с Сережей, потому что, ну, как бы не то, чтобы не очень нравится. Я частюля, вот. А он любит оставлять там... Свинюля. Свинюля, да. И это немножко создает дискомфорт. Да, по-моему, Лула вебан, нахуй. Даже здесь. Типа, он был якобы трезвый, но, по-моему, нихуя. Но, как бы, ок. Ладно. Это временная вся история, поэтому... Ну, ты ему высказываешь, касаемо его каких-то действий, вот из разряда, что, типа, хороший... Я вчера его халат выбросил в Гассейн. Ладно. Спасибо большое, Коль. Все, пожалуйста. Увидимся с тобой. Да, да. Еще увидимся. Так, подожди. Это, блядь, Кеша или Коля или кто, нахуй? Я не понял. Что за хуйня, блядь? Я ни хуйня... Я ни хуйня... Ни хуйня не понял. Пойдемте дальше. О, вы посмотрите только, друзья. Анастасия, Майк и Сергей. Анастасия, если вы не знали, это двоюродная сестра Яны Петровой. Анастасия, это Олег. А меня зовут Настя Золотова. Я сестра Яны Петровой. Мы двоюродные сестры. Из каких-то важных фактов обо мне у меня биполярное расстройство. Я с этим работаю. Это очень важная часть моей жизни. И таким образом, через это расстройство я в каком-то смысле самореализуюсь. Я увлекаюсь психологией. Я очень много читаю об этом. Что-то они все увлекаются психологией. Не заметили, нет? Потому что, возможно, это как... Знаете, это как что-то внутреннее. Говорит о том, что, блядь, у вас что-то с башкой, нахуй. Изучите, почитайте, блядь. Много смотрю, изучаю. Сейчас я начала увлекаться диджейингом. И планирую очень в эту тему глубоко влезть. Глубоко лезть в диджейинг. Да, там действительно, там пиздец, какие глубокие познания для диджейинга нужны. Наверное. Ну, не хотел бы я, конечно, оскорбить настоящих диджеев пиздатых, да? Которых по пальцам, наверное, можно считать. Но тем не менее. Вот те, которые себя называют диджеями бесконечными, вот эти вот... Помните, был такой тренд-бум, когда все девки резко стали диджеями, блядь? Просто везде. Просто. И они просто включали музло, и просто следующий трек, это весь диджейинг был, блядь. Просто следующий трек, просто стояли за пультом, нахуй. Все. Вот. Вот. Вот глубокие познания в диджейинге. Блиться, этим заниматься, учиться в школе и развиваться в этой сфере. В реалити я ни разу не снималась. Это мой первый такой опыт. Очень волнительный, но при этом очень долгожданный. Мне очень интересно, что из этого выйдет, как это все получится, как я смогу себя показать, самовыразиться. И вот посмотрим. Я, например, знаю, что ты, двоюродная сестра, Яна Петровой, но про тебя вообще ничего не известно в интернете, и мне вообще дошла такая информация, что у тебя есть такая проблема, как болезнь Алицгеймера. То есть, что ты можешь... И улыбается, блядь. Чтобы прокомментировать на счет этого. И все. Что такое? Когда люди смотрят такие видео, о них потом говорят, что у них есть пятно в репутации. Их потом не берут на работу. У них нет друзей. Они потом сами становятся Андреем. Потом и Петровым. Эт пиздеж. Эт пиздеж. Поверь, два бодрума. Два бодрума отсмотрено, и все в порядке. А Никита, у меня не болезнь Алицгеймера, а я страдаю биполярным расстройством. Сука. Ну, хотя бы Лоу пытается как-то разбавить. Дед, ты главный психологии не увлекайся. Не хотелось бы тебя потом в новом выпуске увидеть. Ну, это уж точно не произойдет. Спасибо за 200. Комментирует насчет этого. А, Никита, у меня не болезнь Алицгеймера, я страдаю биполярным расстройством. Да, у меня на самом деле ментальные проблемы, но просто немножко другие. А из-за чего у тебя вообще вот произошла вот эта вот, ну, всякая боляка, там, и прочие все моменты? И как ты вообще оказалась на острове Бали? Как бы у меня ничего не случилось, это хроническое расстройство, оно изначально, как бы с тобой всю жизнь. Генетически, можно сказать, передается. То есть, грубо говоря, ты родилась, и у тебя уже начались вот эти вот проблемы. Мне кажется, самый главный психолог здесь Никита Лол, блядь, вот. Боляка, у вас боляка это давно началось? Да, но диагностировали мне это два года назад, потому что это обострилось. Вот, а так, ну, получается, да, наверное, всю жизнь. Вот, а как я оказалась на Бали, я прилетела просто отдохнуть, сиян и увидеться, мы с ней долго не виделись, потому что она давно эмигрировала, а я жила в России все это время в Москве, и она мне просто позвала в гости на пару месяцев, я к ней приехала, и получилось так, что осталось. Сколько здесь ты уже на острове находишься? Ого, так месяц. А чего ты ожидаешь в целом от реалии? Что там сидит? Как ты видишь это все? Что вот сидит прям по центру? Что это такое? А, ну, в первую очередь, это какая-то самореализация для Яны, в первую очередь. Дальше это самореализация для нас, показать себя, как-то раскрыться, самовыразиться. Что такое? Что такое? Пока что у меня это так представляется. Дальше посмотрим. Сергей, лучший друг Яны Петровой. Сергей. Всем привет, меня зовут Сережа Любимов, я визажист. Мне... Кто-то в части написал, что он вообще ВДВшник ебать. 27 лет, и я из Комсомольска-на-Амуре, да, бич. Знаете, моя главная проблема в том, что я визажист десантника, точнее, ВДВшник, точнее, десантник. В обычной жизни я снимаю контент, развлекаю вас. Как же так вышло, блядь, с парашюта неудачно ебанул, что ли, или что, блядь, я не понял. И в этом заключается моя миссия. Майкапом я занимаюсь уже около 9 лет, и я знаю об этом все. В это шоу я могу привнести Some Spice и Some True. Немного правды, потому что я всегда честный, и для меня нет лицемерии. Ожидания у меня от реалити нет никаких, потому что это абсолютно наша жизнь, и здесь все настолько трушно, потому что наша жизнь интересная, хотя бы только заснять наши тусовки, это уже будет настолько интересно, насколько это будет. Вообще, просто так интересно, ебей. Сколько мне известно, ты визажист ВДВшник. Не ВДВшник, а десантник. Это очень важно. ВДВшник? Это важно. Это не мне это так приятно. Я прошу прощения, не богу, допустим. Вот ты, получается, здесь приехал, получается, ты тоже эмигрировал, правильно, из России? Нет, я временно здесь. Я не знаю, где я хочу жить. Сереж, но, насколько мне известно, то есть... На луне, блядь! Очень многие люди тебя знают как действительно очень профессионального визажиста в этом мастерстве. В принципе, по мне видно, чем я занимаюсь, да. Да, да. Вот. Скажи про нас, как долго ты этим всем занимаешься? Слушай, ну, я начал еще, когда учился в школе. В принципе, ну, лет, наверное, 5 осознанно и 9, ну, так, плавая, в общем. Когда, ну, ты с Яной дружишь? Вы знаете, Мояшкину я знаю с 2018-го, с 2018-го. Кого, блядь? Кого он знает? 19-го года, 17-го, 18-го, и знаю ее очень хорошо. Хотел бы обсудить с вами один момент из разряда, как вообще воспринимаете... Это психов на остров загнали и внушили, что они на Бали и снимают документалку про душевно-больных. Да, да. Ну, было бы охуенно, кстати. Ну, согласись? Охуенный ты сценарий написал. Охуенный был бы. То, что... Типа, знаешь, черное зеркало, блядь. Они все думают, что они, ну, типа, живут весело, отдыхают, блядь, что он десантник, нахуй. Но на деле они все подключены к креслам. Ну, вот это все. Их пытаются вылечить, пытаются найти проблему, блядь. Ну, вы поняли. Поэтому они все пытаются там что-то с психологией, пытаются найти выход из этого состояния, но не могут. То, я на... Ну, поменял... А Никита, лол, почему он один в наушниках таких? Это, короче, он сидит с ними, но он в сознании. И он общается с ними через микрофон. А? Охуенный сюжет, блядь. Поехали снимать. Своё имя и просит относиться к ней в женском роде. Я считаю, что каждый человек может выбирать, кем он хочет быть. Пожалуйста. Главное, чтобы ей было комфортно. Я вообще за то, чтобы каждый человек поступал так, как ему комфортно. Действительно, слушал себя, слышал и поступал соответствующим образом. Не все... Охуе дефолтные фразы, не правда ли? Спасибо большое. Спасибо. Всем удается найти и понять, кто они есть. И, блин, ей это удалось. С этим я ее, конечно, поздравляю. Это круто. К ее самоидентификации я отношусь с большим уважением. Для меня очень важно, чтобы она нашла себя, чтобы она поняла, кто она и, ну, как-то проявила себя. Для меня это важно. Я отношусь, ну, полностью с уважением к этому. Как... Что она выберет, то и выберу я. Какие, ну, были... Тебя ведь не просят выбирать, да, ебтой, вообще. Моменты, вот, в которые вам, ну, не нравились поступки Яны. Она очень часто опаздывает и очень надолго. Ну, это, наверное, единственное. Можете привести пример, например, какой-то ситуации, когда... Ну, максимально это было опоздание пять с половиной часов. Слушайте, но вы в курсе, наверное, что к вам сегодня в гости приедет... Охуеть, а что... Как можно ждать что-то пять с половиной часов? Типа, все же проебано уже. Все сроки, все тайминги, все на свете, нахуй. Если вы там куда-то собрались или типа того. Кого нахуй можно ждать пять с половиной часов? Не знаю. Ну, не знаю. Вон Коля, кстати. Коль, присоединяйся, пожалуйста, к нам. К вам сегодня... С нейл. Интересно твое зрение. Почему у Сереги десантника только на левой руке ногти наращенные? Я не знаю, дружище. Я не знаю, я даже думать не хочу. И даже пытаться представить, зачем так получилось. Не хочу. В гости на первый день на крокодиле. Я с вами. Слышь, ты. Сука, блядь. Собаку не трогаю. У меня очень злая собака, поэтому лучше не шутить со мной, потому что она может вас загрызть. Друзья, к вам сегодня в гости приедет Яна познакомить со своим молодым человеком по имени Олег. Вот. Кто-то из вас уже его видел. У кого-то по-любому есть какие-то вопросы. Но так как у нас реалити, да, и я понимаю, что есть моменты, где нужно, чтобы кто-то проявлял какие-то активности и так далее, мне бы хотелось, чтобы кто-то из вас приготовил ужин для вас всех. Может, только я это буду не явно, потому что я не хочу готовить для них. Потому что я антачи был, между прочим, нахуй. Чтобы вы понимали, Николай очень вкусно готовит ужины, обеды, завтраки. Вот. Он очень часто тренировался на всех этих моментах, поэтому, я думаю, мы дадим вам школьные задания среди вас троих. Вообще-то я тоже охуенно готовил. Я тоже хорошо готовил. Вот. Это мне... Мы же ни разу не готовили тогда. Мне это абсолютно не важно. Кого в банку запарить? Важно то, что просто мы разбавим это таким небольшим интерактивом, да, что вы просто решите какие-то школьные задачки, и тот, кто из вас обосрется, тот и будет готовить ужин для вас всех. Поэтому сейчас мы подготовим вам вопросы. Ну, типа, в прямом смысле не загадку, блядь, не сможешь разграть, а просто обосрется. И тот и готовит. И трое из вас будут их решать, и тот, кто проиграет в этом, так называемом, челлендже, будет готовить ужин для Яны и Олега. Качество съемки поражает, кстати. Более того, все они такие богатые, заряженные, просто ебанешься, блядь, Дубай, Мумбай, вот это все снято на камеру 1080p, блядь, где 4К, что за нахуй, вообще, непонятно. У каждого из вас будет задан один из вопросов из школьной программы по очереди. Опять же, напоминаю, что у нас участвуют Настя, Сергей и Майк. Я задам вопрос Насте. Сколько океанов на нашей планете? Блядь. Сейчас, подожди. Индийский, тихий, атлантический, североледовитый. Помню все, что ли? Сергей, единица измерения силы тока это? Ой, блядь. Дай бог здоровья. А я знаю. Это физика, это физика, блядь. Хорошо, что не я, сука, ампер, вольт или ватт? Ватт. Сатурн, это какая по счету планета от Солнца? Блядь, я обожаю астрологию. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн. Астрологию, блядь? Он обожает астрологию, блядь? Ясно. Вопрос-то про астрономию, но похуй. Ура. Мы это поняли еще из твоих изначальных слов о том, че ты там и куда ты там. Нептун, Плутон, то есть шестая. Сергей! Единогласно, ты готовишь... Я, честно говоря, думал, что это друзья, но походу... Зайка, это реальция. Походу, они сегодня будут отравлены. Но, скажу честно, я не знал, где находится Сатурн, какой он по счету, блядь, кому нахуй это надо, если честно? Вот честно. Вот давайте по существу. Кому надо знать, какой по счету Сатурн и для чего, ебать. Все. Вот любителям астрологии, нахуй. Когда Сергею выпала возможность приготовить ужин нам всем, я дико с этого угорал, потому что это реально прикол. Во-первых, он не умеет готовить, он вообще ни разу не пользовался плитой, такое ощущение. Ну, чтобы не готовить ужин, хорошо, победили, победили, окей. 0 вопрос. И все? Что-то не читается твой ник, если че, я не робот. Белая кедровая ящерица, динамамонт, готовая к экспериментам с водолеем, антроморфом, андроидом. Видимо, поэтому и не зачитался твой донат, потому что там что-то сложно. У нас, у нас нечего готовить. У нас много продуктов. У нас вообще нечего. У нас вот это, типа на всех, блядь. Есть лосось. И что? Кусок лосося, блядь. Посмотри везде, пожалуйста. А вообще, там два куска лосося. Ладно, я не буду подсказывать. Мы не должны подсказывать. Ты просто смотришь так же, как в трассе несколько дней назад искал. Какая у них там приятная, не тактичная атмосфера. Как они друг друга поддерживают. И действительно, вот видно, что это настоящие друзья. Настоящие друзья, да? Прям кайф. Порщ, ты нихуя не смотришь. Посмотри нормально, пожалуйста, блядь. Полный холодильник еды. Достань все, что не придумай. У нас там только овощи, блядь. Я токсика, только пахучка. Там есть шампиньоны, с шампиньонами хотя бы. Чуть-чуть разбавить информацию. Сейчас все сделаем, блядь. Сергей всегда уебывается, ему всегда все не нравится, он вечно всем недоволен. Он считает, что он самый главный, самый крутой, ему все равно на правило. Но я думаю, что мы сможем приструнить эту суку. Холодильник и два куска лосося. Где? Ты снимаешь, блядь, во фреш-зоне, ебаный в рот, на хранит свою голову. А-а-а. Ты снимаешь курку, вверх... Опасно он с десантником-то. Пускай он разноцветный, блядь, но это все-таки десантник, на хуй. Аккуратно, блядь. Режешь на мелкие кусочки оливковое масло, сливки, чеснок. Я придумал, можно сделать омлет. С лососем? Ну да. Ну, омлет, это же не завтрак, у нас ужин. Да мне похуй. Ок. Сережа, ты со мной не сговариваешь? Не помогаете? Окей, не помогаете. Мне запретили помогать. Не, ну стой, не, стоп. Нельзя у вас в голове, блядь, ты хочешь сказать, подожди, ты хочешь сказать, что... Хуя себе, хуя... Ибать, да тут, понимаете, философия пошла. Нельзя у вас в голове, блядь. Вы должны жить, а не существовать, на хуй. Вы должны двигаться, а не стоять на месте. Вы должны делать, а не думать, сука. Вам понятно, на хуй? Все, блядь, приготовили мне поесть. Ты реально ставишь под сомнение моё отношение к тебе, серьезно? Ну, это окей, в общей ситуации? Ну, я в шоке. Ну, типа, он же сказал, я думал, что они друзья, ничего себе. Я думал, что это друзья, но походу... В смысле, друзья? Ты хочешь сказать, дружба проявляется в готовке? Ты что, в руках не держал? Дружба проявляется в готовке, хочешь сказать? Нормально. Сережа? Нормально вообще. То есть, нормально. Ты не будешь со мной разговаривать, да? Охуенно, зайдешь. Спасибо за дружбу. Если что, я повторю. Блядь. Если что, робот-трансмиссарубка готовит к отношениям с белокожей ящерицей энтропомощной галактики бесферных червенья мизисы. Все, спасибо большое, спасибо. Спасибо, что повторил. Блядь, у меня нету слов просто на эту тему больше. Слушайте, может быть, мы поможем, типа? Продюсера же все равно нету пока. Они сомнились, поэтому я ничего не буду делать. Во время приготовки ужина Сергею было неприятно, что мы ему не помогаем, хотя это были условия, что конкретный человек готовит ужин на всех и ему никто не говорит. Кстати, обратите внимание на ее футболку. Там написано toxic people и факушка. Поняли? Помогать, но почему-то он это сочел какой-то большой проблемой, что вот я ему не помогал. Я даже еще раз его прослушаю, подождите секундочку. Тут можно вроде. Ну-ка. И все? бляну, бля, бля, бляданул. Говорил же, вы всегда добра не давит, жарове всем этим самым. Обнял. Хорош, хорош. Ай, он на меня обиделся, и да, мы на этом очень не запущились. Я один стою готовлю, вы сидите на жопе ровно, ничего не делаете. Блядь, условия такие были, ты заебал, бля, ебаный в рот, что за хуйня, все такое, что такое, что он ноет, он что, телка? А, простите. Ты проиграл, умеи проигрывать. Ну все, тогда не пиздим, я готовлю, видите, я ничего не буду говорить, ну похуй, я даже не буду есть этот ужин, блядь. Это реально мой первый раз, когда я сделал сал. Добря, подожди, чувак, повтори еще раз, кто ты, а ты, мы не расслышали. Блядь, началось, нахуй. Когда мне выпала возможность приготовить ужин для ребят, я, конечно, охуел, потому что я никогда, никогда раньше ничего не готовил. Были какие-то попытки, но это было столько, жалко. Наверное, это тоже надо. Сереж, что за говно ты готовишь сейчас? Салат делаю, в смысле, это не говно, типа, это вкусно будет. Ты серьезно на ужин решил приготовить слад из моркови и вот этой вот какой-то... Не трогай, блядь, руками грязными. Ладно, ты знаешь, что ты делаешь? Да. Ладно, я рассчитываю на это. Вот так вот заводи друзей. Нам нельзя, нам сказали, нельзя. Excuse me, это просто готовка. Ничего особенного, блядь. Кто не любит лук, тот лох. Ясно. Я люблю. Че он там нахуй наготовил, за ебаный свет? Ясно. Ну и вот теперь действительно, как у бабушки на даче. И все? Я триплая бибравка в дрова о куме. Но если че, то я все происходящее на экране одобряю или осуждаю. Я еще не определился. Ясно. Первое блюдо, блядь, готово. О, май гад. Вы будете пробовать салатик? Я попробую, чтобы она не думала, что я такая, мне похуй, я не помогу тебе. Я попробую. Вот только из-за этого. Я отравлюсь. Я развела срочно, ты же уберешься за собой, да? Нет, став уберется. В смысле, зачем я буду убираться? Сергей меня раздражает то, что он везде оставляет свои вещи. У нас есть общая кухня, общая зона, и она лично для меня должна быть всегда в чистоте, чтобы к нам могут прийти гости или что-то еще, и мы там отдыхаем, и его вещи меня бесят. Берем сковородку и ты... Не потому, что он разбрасывает, а просто в целом. Вещи бесят, пизды друзьям, которые, блядь, нихуя не помогают. Зая, можно вопрос? Ну, окей, с салатом все понятно, а что на второе будет? Ну, типа, первое, второе, там, борщ, хуе-моё. Что планируешь? Ну, мне интересно, это ничего такого, это обычный вопрос. Ну, усмири свой интерес с тем, что я сейчас делаю. Все будут есть омлет, нахуй, салас... Усмири свой интерес с тем, что я сейчас делаю, блядь. Понятно, нахуй? Пиздец. Сосим. Ну, у них же там совершенно абсолютно не дружеская обстановка. Какие они, нахуй, друзья? А? Кто здесь? Э? И салат. У нас больше в холодильнике нет еды. Думаю, что мы морковь обжарим. Грибы с лососем. Не знаю, сколько это сочетать, мне плохо, короче, тоже добавим. Друзья, скажите, пожалуйста, что у нас вообще приготовлено в целом? Салат. Пока что салат и суп. Суп из семи за луп. Две покрошенные, остальные так брошены, блядь. Я хочу просто сказать, что через 20 минут приедет уже Яна вместе с Олегом. А мы успеваем, блядь. Мы 20 минут успеваем, я думаю. Сергей, ты будешь готовить второе? У нас свои планы на кухню сегодня. Ну а почему ты не можешь опять рассказать? Почему ты не знаешь, что? Да я говорю, типа я... Блядь, ты мне это стучно ответил. Здесь стоят яйца, здесь стоит лосось, блядь. Что нужно, блядь, придумывать? У вас есть такой, да? Да. Я стою. Думайте это. Я у тебя спросила, ты мне токсично ответил, что я Никита спрашиваю, то же самое. Почему они не зря спокоен, обьемитесь, обьемитесь на стрессе. А на секундочку, пожалуйста, от всех скандалов. Давайте мы сделаем... Сергей готовит ужин, но мы должны заселировать стол, чтобы все было круто. И да, у тебя учатый. Это набор актеров, а ведущий Паша Техник. Ну, кстати, если бы ведущий был Паша Техник, это был бы пиздец просто. Полнейший. Ну, мы бы тогда ничего бы не посмотрели, мы бы смотрели, как Паша Техник что-то говорит. Делается, блядь. Да, я из разряда, чтобы в бомжатнике. Срывать ты, я сижу, чистота идеальна. Короче, вот у нас тут уже первое блюдо. Не знаю, выглядит как дерьмо, по-моему. Ладно, похуй. Ты бокала весь день из рук не выпускаешь. И все. Наши, ты брат на нас поглядываешь, ты сам это завел, сам терпи. Ну, не, подожди, блядь, стоп, нахуй. Женский алкоголизм очень опасен. Ты вместе со мной пьешь это вино. Я не пью вино вообще, это я пью кофе сегодня. Стой, ты сейчас хочешь улечить меня, ну, проблема с алкоголем, да? Нет. Ты сказал, что да. Ну, я просто пошутил. Ну, это не смешно, с учетом того, что ты знаешь ситуации из моей жизни, ты сейчас так шутишь, типа, ну, тебе окошься. Я серьезно. Что ты смеешься? Ситуации из твоей жизни, я не понимаю. Я тебе рассказывала вещи, очень личные, блядь. Даже Синкербелл не вывезла эту движуху. Синкербелл? Что? Да, она уже, да-то. Да ладно, все, я шучу. Я теряюсь аж в словах, потому что, ну, я в шоке, блин, мы с тобой такие личные вещи обсуждали, ты меня сейчас уличаешь в типов алкоголизм. Я просто никакого алкоголизма. Нет, ты пошутил. Я говорю о том, что можно было просто помочь мне. Яна едет к нам ко всем. Ты сказал, что женский алкоголизм, Типович, сложнее. Боже, ты будешь придираться ко всем моим словам. Да, я буду, потому что для меня это болезненно. Яна с тобой на немом. Хорошо. Вы что натворили, суки, блядь? Настя плачет, блядь, из-за вас. Слушай, а что случилось? Вот ты говоришь то, что Коля правил, он начинает бирать на себя, что касаемо, ну, какого-то алкоголизма, там, вот, ты шел, там тебе, в обительный момент говорит. У меня нет конкретных проблем с алкоголизмом, но из-за того, что вот я вначале говорила, что у меня есть ментальные проблемы, это, к сожалению, мешается, и случается история, что я, ну, тумач с алкоголем какие-то отношения, да, я могу перепить, и из-за этого у меня странное поведение, такое случается. И вот я делилась с этим Колей, для меня очень болезненно, потому что я думала, что это личный разговор, а он сейчас вот так просто это все на шоу выносит, и, ну, для меня это... Кому не похуй было вообще? Вы вообще слышали, что из-за чего начался весыр-бор? Кто-то вообще хоть что-то, хоть как-то нахуй... Я только... Я в процессе их спора уже начал догадываться, о чем они нахуй спорят. Кому не насрать нахуй. Это тумач, правда. Ну, вообще... Мне будет больно этот тумач. Я бы готова была бы сделать, ну, против него вот на Барбако шоу. Я не думаю, что человек против... Нет, я не готова что-то выносить, я не хочу опускаться на это уровня, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Я не могу такое сделать. Мне это больно, но я этого не сделаю. Я сегодня очень жалко пошутил над Настей. Ну, как пошутил, я просто сказал, что у нее женский алкоголизм, что она восприняла очень-очень близко к сердцу, начала плакать, устраивать мне скандал. Говорит, пошутил, блядь. Ну, смешно. Ведь что она не алкашка и все прочее, но я не стою ее алкашкой. Просто ребята сегодня с утра, до начала съемок, выпили уже 3 бутылки вина. Во время съемок выпили 4 бутылки вина. И, наверное, после съемок тоже выпьют пару бутылок вина. Я переживаю, мы все-таки приехали сниматься в реалити на Священный остров, где алкоголь там и все остальное типа под запретом. Но походу, походу дела у ребят... Ну, тогда и многое другое тоже под запретом. Но вы же на острове, блядь. Гят, есть план спиться, но я не с ними. Блин, это мой за Best Friends. Мы очень близко подружились, очень близко общаемся. Хоть она и на меня и обижается, но я думаю, что она не всерьез. У Насти правда есть проблемы, она очень ранима. Очень многие вещи воспринимает сразу на свой счет. Но я знаю, что она проходит терапию сейчас. Вот, поэтому я надеюсь, что у нее все будет окей. Как выдавить из ничего драму? Никак не получилось. Если что, единственная женщина в этом коллективе внесла раздор. Бедные мужики. А можно еще раз момент... А можно еще раз момент на кухне подели мясо, мужики? Ну типа, ну типа, ну ты понял. Да, ну типа, ну. Да, но нет. Но мы все представили. Ели мясо, мужики. На хуя лосось жарить вообще. Хотя я знаю, что так делают, но... Ну на хуя. Вау. Ну вот, вот, вот. Хз. Ну бали и бали. Опа. Идот. Они идут. Музыка, блядь. Мы встречаем у порога дома. Вернее, нашей кухни. У тебя классные Джорданы, вау. Да, только чего. Сказал на Farfetch. Очень круто. Блядь. Заказал на Farfetch. Ты... Они типа джинсовые? Они очень... Какой кошмар, и блядь. Вряд вас видеть. Привет, привет, привет. Блядь, кто? Кто на самом деле нахуй так разговаривает? Ну кто, блядь? Кто вот... Кто? Сука. Они. Вкушение этого ужина. Званый ужин. Мы сегодня снимаем. Реально званый ужин. Сейчас просто холитрэш устроим. Пожалуйста. Даже не предложили ни воды, ни шампанца. Да, и сейчас все будет, подожди. У нас сегодня ответственная карта. Но они охуенные, друзья. Мне пиздец, как нравится. Я надеюсь, не потом, блядь, там к концу серии просто перехуярят друг друга. И все. И конец. И охуительно. И спасибо. Потому что, ну, блядь. За кухню, Сергей. Сама приехала в гости. Сама разлила. Сама. Сама. О, мой галл. Хак, мэй. Зай, ты скажешь, я за шлюхню. Это шлюха. Это ты шлюха. Это ты шлюха. Нет, это ты шлюха. Да, я знаю. Это мы шлюха, вы знаете. Почему дружим, собственно? Потому что она очень умная. Это реально так. Если кто-то думает, что она не умная, вы очень сильно ошибаетесь. Да вы обе, блядь, умные пизда просто. Потому что она очень честная. Я точно знаю то, что она никогда не будет мне пиздеть. Это сто процентов. Это мы в наших отношениях выясняли несколько раз. Блядь. Да у него кадык больше члена. Ну нахуй, святой отец. Ну ты это видел. Все, я кончил. И вы знаете, я просто... Мне почему-то Коля напоминает Сиран Хелию вообще. На бабу и ее биполярку поебать. Поскольку это очередной сад момент, который не удался на счет. Я не думаю, что она женственнее Брайана Молка из плачеба. И ее люблю за ее склад ума. Ее склад ума это что-то особенное. А то, что всегда завораживает. И она всегда непредсказуема. Короче, ребят... Я с этим... Пишут в комментариях. Я с этим чучелом в розовом работал в одной конторе. Это где-то вы работали, блядь? Что за нахуй? Ребята, у меня сегодня для вас классные новости. Потому что мне выпал шанс накормить вас сегодня. Я знаю, ты не оценишь это, сука. Но! Но! День пищевого отравления. Давайте выпьем за день диареи. Энтер-дема. Ну, как всегда... Вот смотрите, как всегда они все пьют, а я нет. Как всегда, хозяйка всегда самая последняя. Боже, что же это? Это последняя. Это меньше всего получилось. А, тут типа разные блюда? Я специально прикрыл все, чтобы мухи не сидели. А я специально поела. Но они сидят. Приездом. Я тоже. Ну, вполне себе. Даже запахло. Выглядит достойно. Отстойно. Ты знаешь, как я готовлю пельмени, поэтому для меня это называется кулинарный шедевр. Вообще-то. Когда я жила еще в Москва-Сити, мы как-то... А, не. В группу компаний, где я работаю, входит одна косметическая. И он там работал. Понятно. Купили Сергеем пельмени. Просто пельмени в пачке. И я говорю, заяц, свари, пожалуйста, пельмени. Вот лавровый лист, вот перец, вот кастрюля. Возьми, свари. Что-то я отошла на 15 минут. Причем на пачке написано, как готовить пельмени. Но эта сука их не доварила. И он такой говорит, все готово, типа налетай, малышка, и сам ест их. И он их ест, он уже штук 5 съел. Я начинаю пробовать, я понимаю, что пельмени внутри сырые. И я говорю, зая, как пельмени? Он говорит, вкусно, чего не ешь? Это, кстати, соус. Но он уже подуставший какой-то. Охуязанная история, Ксюжок. Это все подуставший. Блин. Знаете, что? Все гости приехали, так ей просто писали. Реально, сейчас пойдете отсюда. Это что, мотер-броды с сыром, блядь? Вау. Ну, это такой виган, виган. Это для тех, кто не любит сыр. Это что там? Чуть-чуть подгорело. Простите. Это блин? Нет, это просто омлет. Но его можно сделать как скрэмбл, просто я не успел. О, он не терпится попробовать. Вонь такая. Чуть-чуть, ребят, закажем суши. Ну что, за ужин, который я сам приготовил? Я честно переживала, что у нас будет у всех отравление, что мы все сегодня умрем, но я, к счастью, не ел его в трепню, только салат. В нем была сырая морковь, меня это очень удивило. Сергей приготовил хороший ужин, на самом деле, неожиданно. Я думал, что будет сильно хуже, но в целом, это было вполне съедобно, все было в порядке. Я считаю, что мы все сегодня умрем, но я, к счастью, не ел его в трепню. Там, наверное, только салат, не было сырая морковь, меня это очень удивило. Сергей приготовил хороший ужин, на самом деле, неожиданно. Я думал, что будет сильно хуже. Я думал, что в маске прям, вообще, балаклавия, чтобы не полить ебало. Я считаю, что сегодня я приготовил достойный ужин, который они, кстати, не попробовали почему-то. Напишите в комментариях, почему они не попробовали этот ужин. Хотя я, мне кажется, все делал верно. Я на самом деле с Олегом приехал сюда, к вам в гости, к своим друзьям, чтобы вас просто с ними познакомились как-то поближе, потому что вы, по сути, с Олегом не общались особо. Некоторые даже вообще не подходили на каких-то наших общих встречах к Олегу. Интересно, операторы же там по-любому обычные типы, ну типа просто работяги, которых наняли, чтобы они работали на проекте. Интересно, они охуевают там или нет, блядь? Честно, вот интересно. У меня сложилось такое ощущение, будто вы немножко как, типа, как-то отстраненно держитесь от него. Ты знаешь, тогда, в тот день, когда мы виделись, я думал, что ты как-то представишь ему, типа, скажешь «бонжорно». Дело скорее не в этом, это просто со временем понаить все должно происходить. Возможно, это не сразу. Ну подожди, понаить происходить это должно от нас или от всех? Это вообще... Звучит так, как будто только от нас. Чем ты занимаешься? В основном это спорт, единоборство в этой сфере. Пробовал множество, не множество, а несколько бизнесов малых, вот, в сфере торговли. Людьми? Ай! Ну да, операторы по-любому видели некоторое дерьмо, это 100%. Век Яне очень подходит. Она любит спортивных, таких накачанных мэнов. В целом, они очень классно вместе смотрятся. Вообще, мэн пиздец. Такие котики. Вот, я думаю, что он ей очень даже подходит. А как ты оказался на Бали? Ты приехал отдыхать. Ну, это была не то, чтобы мечта, а просто, ну вот, наслышан об этом месте. Появилась причина, то есть повод здесь побывать. Я познакомился с Яной. Кстати, Майк такой умиротворенный чел, достаточно с такой хорошей энергетикой, типа, улыбчивый. Конечно, по характеру у него присутствует. Ну, все, Олег с Майком уйдет после этого вечера. Типа, ну, чел хороший, но мне все нравится, окей. Я счастлив, что я нашла себе человека, который доставляет ее удовольствие, но лично для меня этот человек пока несколько закрыт. То есть я не понимаю, насколько... И я его открою. Чуть попозже. Он честен с нами, с ней. Я не понимаю, насколько это тот человек, с которым она реально должна быть. Что ты максимально ценишь Яну? Это разум, ее мышление и... Разум, нет. Ты... 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 Блядь, какой кошмар, нахуй. Это энергетика есть такая вот... Когда два года нормали, это правда. Подожди, а ты почувствовала это как, вот, общаясь с ней в переписке, или увидя ее. Он сейчас, он применяя свои психологические практики. Он сейчас показывает, как, ну, в психологии. Общаясь, вот, приличную встречу, вот как-то... Я наелась. Спасибо большое. Было очень вкусно. Я, кстати, выбрала себе имя. Перебила на такую тему. Так, вы хотели, конечно. Мы хотели в так. Что? Скажи, какое? Ну, вы знаете, я со всеми вами тоже обсуждала новое имя, со всеми друзьями. В общем, перебирала все. И... Взяла временная Яна, чтобы меня не называли моим старым именем, но... Я подумала, что Яна, такое немножко уродское имя для меня лично. Как-то оно не подходит. И я теперь Милана. Милана, блядь. Это идеальное имя для меня. Оно такое изящное, такое нежное. Милана. Типа, что-то милое. Да-да. Андрюх. И все? Пиздец. Данный контент заблокирован из-за нарушения статьи 242. Пропаганда гомосексуализма. Ээээ... Ну, тут его нет, как видишь. И при этом достаточно статное, статное валютное имя Милана Петрова. Валютное имя. Подходит к моей фамилии. Ну, короче, классно. Я решил, что я Милана. Несколько друзей мне было. Ну, получше. Наверное. По-моему, все, что они делают. Огромная охуйня для разжигания ненависти к геям, среди которых масса хороших нормальных людей и пособничества созданию ебанутых стереотипов. Это ужасно. И все? Поехали вторую серию смотреть. Или какие? Какую нахуй вторую серию? Ты ебут дал, что ли? Я ебнусь, блядь, тут. Ты чего нахуй? Я еле-еле досиживаю это дерьмо, блядь. Так что, зовите меня Миланой. Смену именно Яны на Милану я прокомментирую абсолютно нормально, потому что мы принимаем ее такой, какая она есть. И это очень важно в дружбе, потому что все друзья очень разные, и мы все имеем какие-то недостатки. Она сказала, что имя идеально подходит к фамилии. Милана Петрова. Лучшая симбиоза. Свет еще не видывал. Плюсы, если ты принимаешь человека таким, как он есть, это значит, что ты его любишь, и это важно. Имя Милана мне нравится больше, чем Яна. Я считаю, что это как-то более женственно, немножко загадочно, интересно. Уживай, да мы хуёем. Блядь, донаты летят. Ну ладно, кстати, нормально донаты, они их даже вырезать не надо будет, они вполне себе уезжают в тему. Мы прикалываемся, что она Милана Стар, это новая звезда, не знаю, знает песни, крестики, нолики, вот, а в общем, Милана Стар супер топовая телка. Давайте выпьем за новую Милану Стар. Милана Стар. Реально. У тебя вообще есть, был опыт с транс-девушками? Нет. Это первый твой опыт? Ну, просто дружба, знакомство, какое-то типа было, но не отношения. А где вы познакомились? На каком-то сайте знакомств? Нет. На Мамбе. Я думал, что они познакомились в Инстаграме. Интеграция Мамбе, знакомство. Ну, Инстаграм повлиял на знакомство, скажем так. Ну, повлиял. Наверное, на Дайвинтике, по-любому. Подожди, но ты ответил, получается, на анкету Яны. Sorry, Милана. Нет, я просто написал ей в личку, и все. На самом деле, когда я впервые увидела профиль в Инстаграме Олега, я подумала, что это эскортник. Но потом я с ним познакомилась в жизни, и я поняла, что я ошибалась. Мне стало так стыдно. А мы... А, а! Андрюхе стало стыдно, вы представляете, нахуй? Нихуя себе. А Андрюхе стало стыдно. Ёб твою мать. Что-то просто общались, но не было цели, как таковой, построить отношения. То есть я с ней хотел просто познакомиться, как, ну, просто человеком. Вот. И мы что-то заобщались, а про себя рассказал. А ты предполагал, что это все войдется в этом? Я про себя рассказывал. То есть она там что-то мне не верила, потом поверила, поделилась номером. Прошло какое-то время, мы опять начали общаться. Там какое-то соприкосновение получилось. Слово за слово, скажем так. И заочно мы познакомились еще через кешу. Олег вообще тот еще фрукт. Ребята его совсем не знают, а я познакомился с Олегом до Бали, в Барселоне. Он вроде казался мне таким приличным, добрым, интересным парнем. Мы классно провели время в Барселоне, потусили, сходили в клуб. И вроде бы мне казалось, что все ок. Милана предложила погулять, познакомиться с ее другом. Блядь, ну там, видимо, какая-то охуительная история дальше будет от Кеши. Какого хуя Коля это Кеша стал? Я в душе не ебу, ну ладно. И, видимо, он расскажет, что там фрукт-то какой-то неспелый. Что? Я просто... Нет, дайте, дайте, скажу. Я в Барселоне, а Игорь и Ваня... А в Барселоне познакомились? Да, Игорь с Ваней улетели, я остался один в Барселоне, там никого у меня нету. Чего? В Барселоне? Вот, и Милану спросила меня, и говорит, встретиться с Олегом, познакомься, пообщаться. Ты думаешь, не сказала, что это была, типа, проверка? Ну да, это была проверка, и я сразу же Олегу сказала, я сразу же... Реально? Да, я сразу же Олегу сказала, что, блядь. Она пошла с твоим парнем гулять, чтобы проверить его? Зачем? Ну, она мне доверяет, наверное, я же не ты шлю. Ну, потому что... Не, ну, это странно, типа, как он может реакировать на это нормально. Мы еще не встречались. Вау, конечно, начались, что-то, что-то... Какой песня? Они уже переписывались. Когда здесь то, проверка была между нами. Знаете, что это? Это стримхата, которую мы заслужили, друзья. Вот. Вот она. Мы обсуждали, он не знал о том, что ты пропрашивал его в вопросе, где он работает и Сака так вот. Да, чем? Да, ты типа, я не знаю, я не знаю, я знаю, просто признакомился любых людей, типа, неважно к нему. Ну, мы еще неплохо там потусили. Да, мы сходи, Сергей, просто ко мне или к тебе? Реально. Такие базовые вопросы. У нее обычно так все. Вот. Ну, классно, отдохнули, мы сходили в клуб. Объяснились. Потусили, и все. Слушай, ну, хорошо, это такой вопрос. Лично обходя немного, да, я задушню сейчас, но именно серьезных отношений у тебя много было? Да, Миланы. Задушню. Ты уже задушнила, нахуй. Уже, уже было тут. Был. Был 10-минутный моментик. Был. Просто количество. Трое. Успокойся, что-то. Ну, а в чем проблема, блин? Я переживаю за тебя. Бля, типа, раз сказал, он типа, ну, когда ребята налетели на Олега, мне прям стало так неприятно. Особенно, когда моя сестра задала три одинаковых вопроса, она постоянно повторялась. Я ее просила, пожалуйста, Настя, давай вот закроем эту тему, и она продолжала давить на эту больную точку. Я не хочу слушать ничего про прошлое отношения Олега. Мне это неинтересно. Мы с ним пообщаемся лично об этом. Зачем это делать на камеры, публично? Касаемо Олега, ну, как выбор Миланы, я, ну, как сказать, я просто из-за того, что я люблю Милану, я просто к ее выбору, отношусь с уважением, но насчет Олега мне просто непонятно, как все будет обстоять в дальнейшем. Но я хочу просто, чтобы она была счастлива, и я очень надеюсь, что он ничего такого не сделает, чтобы помешать этому. Но здесь... Такие вбросы ебланские, просто ужасные, блядь, господи, нахуй, еб... Здесь произошло то, что повергло меня в шок. Я совсем не ожидал, что он может так поступить, что он из тех плохих парней. Поэтому, не знаю, возможно, ему нужно время, чтобы проявить себя, показать себя с другой стороны. Но пока что та ситуация, которая произошла, не внушает недоверия. Только вопрос. А ты на сайтах знакомств каких-то сидел до Миланы? Зачем это рассказывать сейчас? Ну, я могу тебе ответить, окей, да. А ты сидела? Ну, я хочу сейчас об этом поговорить. Я сидела. И как, сейчас тоже сидишь? У меня отношений не было лет пять, а у тебя сейчас отношения. Ну, сейчас отношения, и значит, нет, я там не сижу. То есть ты никогда не заходил? Стой, подожди. Ты прилетел на Бали сколько недель назад? Ну, еще месяца нет. Ты удалил? Все положения? Ну, возможно. Возможно или да? Возможно или да. Ну, типа... Мне нужен конкретный ответ. В чем цель вопроса? Мне нужен твой ответ, конкретный. Да или нет? По-моему, да. Но, возможно, одно осталось. Хорнет, вроде. Да, в котором ты был два дня назад. Болезненно. Прям болезненно. Я не знала, что делать. Какая ж хуйня. Господи Иисусе. Не хочу никаких выводов делать после просмотра. Я думаю, каждый сам сделал свои выводы. Напомню про 15 тысяч лайков и напомню про подписку на Телеграм. На этом, пожалуй, все. Пойду отдыхать. Пойду отдыхать. Продолжение следует...